Остин Мартин, Феррари и Бентли. В Москве открылась выставка автомобилей класса люкс. Наш корреспондент Ольга Кондратенко оценила VIP-авто. Оль, я тебя приветствую. Ну что, блондинка уже смогла подобрать себе железного коня подстать, чтобы и дорого, и шиком прокатиться? Да, приветствую тебя. Здесь на самом деле и дорого, и с шиком всё. Мне, например, чтобы какую-нибудь из этих машин купить, наверное, всю жизнь работать придётся, и то, наверное, не хватит. Но, в общем, это не самое главное. Главное, что здесь, просто гуляя по торговому центру, можно прийти, посмотреть на них, можно заглянуть внутрь, можно потрогать, можно сфотографироваться. Вот рядом со мной Светлана, она как раз помогала организовывать вот эту вот выставку. Расскажите нам, пожалуйста, вот здесь много очень разных люксовых автомобилей. Какой среди них покупают лучше всего? Ну или чаще? Что москвичам больше нравится? Москвичам нравится всё, особенно из мира автомобилей люкс. Вот, в принципе, продажи хорошие, и автомобили настолько разнообразные, это зависит от желаний, целей, для чего автомобиль приобретается. Если мы возьмём Феррари, то это, естественно, летний, красивый, спортивный автомобиль. То есть сейчас ещё сезон? Сейчас сезон, да, сезон и... А какого цвета чаще всего берут? Ну, я думаю, вы как считаете, какой самый популярный? Мне кажется, что красный, но здесь вот представлен синий. Да, да, красный самый популярный, да, но тем не менее, также и есть необычность, синий, жёлтый и так далее. Ну, вот вообще вся эта выставка, она организована для, в первую очередь, для покупателей, для клиентов. Но я, честно говоря, не могла удержаться. Здесь есть машина, на которой в одном, ну, на похожей, в одном из своих фильмов ездил Бонд. Вот она здесь, правда, не серая, как не серебристая, а белая. Но нам сделали исключение. Мы можем в ней посидеть и показать, как она выглядит изнутри. Светлана, давайте сядем. Я прям, мне уже не терпится это сделать. Боже мой, первый раз в жизни в такую машину сажусь. Ой, ну здесь запах, на самом деле, очень пахнет новым автомобилем. Ну вот, сразу же хочется спросить, кожаное всё, кожаный руль, кожаные сиденья, как вручную всё это шьётся? Вручную, да, если вы посмотрите, строчка какая в автомобиле сделана. То есть, каждый автомобиль, он индивидуальный и собирается вручную под заказ клиента и всё внутреннее наполнение. То есть, двух машин одинаковых вы вряд ли встретите. При этом я хочу сказать, что компания «Авелон» единственный в России представитель, который продаёт автомобили «Астон Мартин». То есть, эту машинку можно купить только у нас в салоне. И мы, в принципе, с радостью откликнулись на предложение метрополиса поучаствовать в этой выставке. Учитывая, что компания «Авелон» – это, наверное, единственная автомобильная группа, которая собрала именно такое количество брендов «Люкс» под своим названием своих «ДЦ». Ну вот, у этой непосредственно машины, у неё же есть ещё особенностей много – внешних капот, да? Да, да. Капот у «Астон Мартина» – это самый большой капот в мире. И если мы посмотрим вот эти жабры на капоте, это новые технические разработки. Используется поток воздуха, который проходит как бы внутри автомобиля, огибая корпус, что, ну, придаёт динамичности, спортивности. То есть автомобиль себя очень хорошо, комфортно чувствует, уверенно на больших скоростях, на треках, на дорогах. Ну, в общем, наверное, очень классно ездить на такой машине. Посмотрим ещё, посидим в салонах каких-нибудь. Нам разрешили сегодня посмотреть всё. Вот здесь любопытных, заинтересованных людей много. Сейчас наверняка тоже побегут и подсмотрят, как здесь это всё изнутри выглядит. Оль, на самом деле, вопросы, конечно, родились. Мы тут сидим, мы с нашей эфирной аппаратной. Вот в ухе они у меня находятся, чтобы зрителям было понятно. Во всё устроим догадки. А чего там сколько стоит? Ты удиви, нас шокируют ценами. Может быть, и в мире люксовых авто есть что-то, что хотя бы более-менее приближено, ну, к эконом-классу, чтобы хотя бы помечтать. Светлана, вот скажите, пожалуйста, очень интересует моих коллег, а есть ли среди тех автомобилей, которые продвигает и продаёт ваша компания, какие-то приближенные в ценовой категории, ближе к эконом-классу? Или всё-таки это вот дорогие автомобили только? Нет, почему? Есть автомобили в нашей компании, собственно, премиум-сегмент. Это BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover. Собственно, BMW и Mercedes также представлены здесь на выставке. И Mercedes тоже в виде спортивной автомобиля. Это AMG GT. Сезон, как мы сказали. Ну, в общем, можно, можно, видимо, здесь не только помечтать, но ещё и реально задуматься о новом автомобиле. Да, да, здесь работают консультанты, которые, в принципе, любому клиенту могут рассказать и ценовую политику, и подобрать автомобиль, опять же, в зависимости от пожеланий и потребностей покупателя. Вот так вот у нас. Оля, ну, будем ждать от тебя чуть попозже подробности о Роллс-Ройсах. Насколько я знаю, и эти железные кони стали украшением сегодняшней выставки, где ты находишься. Благодарим Ольгу Кондратенко, моя коллега побывала... Ох, мужчины точно сейчас прильнули к экранам лайфа на выставке элитных авто, авто класса люкс. Ольга Кондратенко, моя коллега побывала...